США выставили на аукцион бар с личной яхтой Гитлера. По крайней мере так утверждает владелец лота. Впрочем, оно и не удивительно. Не знаю, как вы, уважаемые зрители, но я бы такое у себя дома не поставил. А учитывая историю этого предмета, не стал бы его брать даже с доплатой. Но наверняка в нашем полном постмодерном мире найдутся покупатели и на такую диковинку. Откровенно говоря, газетенка эта действительно крайне мерзкая. В ее редакции окопались ультралибералы и контркультурщики, специализирующиеся на том, чтобы высмеивать религиозные убеждения представителей различных конфессий и смеяться над человеческим горем. Тем временем на Фиджи произошел курьезный случай, который нечасто встречается в международной практике. Драка дипломатов. Причем обе противоборствующие стороны были представлены китайцами. Правда, вот Китая у них разная. Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Международная панорама и я, ее ведущий Данил Богатырев. Интересные вести пришли на этой неделе из Южной Америки. После президентских и парламентских выборов в Боливии продлившиеся почти год стараний проамериканского неолиберального режима по превращению этой страны в сырьевую колонию США пошли прахом. Выборы главы государства и законодателей состоялись в Боливии в воскресенье. Бывший министр экономики Боливии, кандидат партии «Движение к социализму» экс-президента Эва Моралеса Луи Сарсе лидирует по итогам президентской гонки. Согласно результатам экзитпола, он набирает 52,4% голосов, чего достаточно для победы в первом туре. Свергнутый в прошлом году вследствие неолиберального госпереворота, поддержанного США, президент-социалист Эво Моралес назвал своего сторонника победителем выборов главы государства. Победу Луи Сарсе признала и так называемый временный президент Боливии Жанин Аньес. В своем твиттере она написала, цитата, «Хотя у нас пока нет официальных результатов, на основании подсчетов, которыми мы располагаем, выборы выиграли Луис Арсе и Давид Чокиуанка, кандидат в вице-президенты. Основной конкурент Луиса Арса Карлос Месса по результатам экзитпола, набравший 31,5% голосов, также признал свое поражение. По боливийским законам для победы на президентских выборах в первом туре без проведения второго кандидату достаточно набрать более 40% голосов и одновременно с этим более чем на 10% опередить своего ближайшего конкурента». В данном случае это условие было соблюдено, что и позволяет говорить о победе Луиса Арсе. Ведомое им движение к социализму по предварительным итогам одержало победу и на парламентских выборах. Результаты волеизъявления в далекой южноамериканской стране примечательны тем, что прошло оно почти спустя год после государственного переворота, поддержанного Соединенными Штатами. Его результатом в ноябре 2019 года стало свержение президента-социалиста Эво Моралеса, впоследствии бежавшего сначала в Мексику, а затем в Аргентину. Основной движущей силой госпереворота внутри страны тогда стало белое креольское население, которого в Боливии меньшинство. Среди этой социальной группы высок процент собственников средств производства. В результате в ней махровым цветом цветут неолиберальные, национал-шовинистические и даже расистские настроения. Прошлой осенью неолиберально и проамерикански настроенным креолам удалось вызвать участие индейского населения, которого в стране большинство, недовольство итогами всеобщих выборов. Как это обычно бывает во время цветных революций, оно быстро трансформировалось в требование отставки Эво Моралеса, а впоследствии в его свержение. Некоторые обозреватели даже назвали установившийся в Боливии в результате госпереворота 2019 года режим во главе с экс-сенатором Жанин Аньес Хунтай. Однако это не совсем верный термин, так как власть тогда взяли не военные, а скорее местные капиталисты средней руки, связанные политическими и экономическими отношениями с американцами. Что касается интересов США в тогдашнем свержении Моралеса, они были вполне прозрачны. В Боливии расположены крупнейшие залежи и рудники лития, без которого невозможно производство современных аккумуляторов. Кстати, именно по этой причине тогдашнему свержению законной власти в южноамериканской стране публично обрадовался небезызвестный Илон Маск, заявив, что США могут устроить переворот где угодно, а всем остальным странам пора бы с этим смириться. Однако, как видим, спустя год ориентированные на сохранение национального, политического и экономического суверенитета силы, взяли реванш в Боливии. Основной составляющей их успеха стала прошедшая минувшим летом кампания неповиновения со стороны движения к социализму в ряде провинций с доминирующим индейским населением. Блокирование дорог, саботаж и забастовки вынудили неолиберальный режим установить конечную дату выборов и обещать не препятствовать их проведению. Понимая риски, самопровозглашенные власти несколько раз переносили волеизъявления, в том числе под предлогом коронавируса. А против движения к социализму была развернута кампания давления и преследований. Моралесу запретили участвовать в выборах и объявили в розыск. Некоторые функционеры его партии были арестованы, протестующих против переворота расстреливали на улицах боевыми патронами. Но ничего не помогло. Боливийские социалисты триумфально возвращаются к власти. Вы спросите, почему же неолиберальный режим попросту не отменил выборы, раз власть и так была узурпирована им? Это было бы возможно, но беда для американских ставленников заключалась в том, что Моралеса они свергали под предлогом необходимости проведения новых честных выборов. В итоге они сами же стали жертвой своего лозунга. В связи с победой боливийских социалистов на выборах следует ожидать возвращения в страну экс-президента Эва Моралеса, который уже заявил о том, что находится, как говорится, на низком старте. Кроме того, после обретения новым президентом всей полноты полномочий, Боливия наверняка восстановит интенсивные политические и экономические отношения с Кубой и Венесуэлой. Укрепятся связи и с приютившей Моралеса Аргентиной. А вот отношения с Соединенными Штатами прогнозируемо ухудшатся. Не исключено, что дойдет и до пересмотра контрактов на добычу лития, заключенных в период правления проамериканского режима. Победитель президентских выборов уже успел заявить, что его правительство будет править во благо всех боливийцев, в стране будет создано правительство национального единства и что он покончит с неопределенностью царившей в Боливии на протяжении года. Даже на уровне риторики он выглядит гораздо адекватнее, чем предыдущие власти, паразитировавшие на разделение страны по политическим, религиозным и даже расовым признакам. Подробнее о том, что происходит в Боливии, поговорим с политологом-международником Ильей Кусой. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Ну, как вам обстановка в Боливии после президентских выборов, собственно? Победил кандидат от социалистов, в принципе, это было прогнозируемо вполне, но правящий неолиберальный режим, вот уже около года правящий, пытался сделать все, чтобы этого не допустить. Нет, ну, оно не было прогнозируемо в начале, вот почти год назад, как Моралес уехал. У них был шанс, ну, у правых, я имею в виду, в принципе, был шанс победить, просто они за этот год сделали очень много ошибок, которые, ну, собственно, нивелировали их возможность и увеличили вот этот разрыв. Сейчас же ключевое в этом, ну, это был первый тур, но ключевое то, что между кандидатом от социалистов Луисом Арсе и кандидатом от либералов, ну, правых, или правоцентристов, как они себя называют, Карлосом Мессе и 20% почти разрыв. То есть это очень много. А по законодательству мы напомним, необходим разрыв в 10% и чтобы победитель набрал не менее 40%. Да. И, в общем-то, ну, в общем-то, вот этот, вот этот, ну, как бы, результат, он, он, во-первых, он мог быть и намного, то есть разрыв мог быть меньше, они могли бы, там, скажем так, подольше продолжать борьбу, но получилось вот этот разгром, это результат, ну, нескольких ключевых ошибок правых. В первую очередь это касается коронавирусной пандемии, с которой они не справились адекватно. Ну, когда мы говорим правый, здесь подразумеваем неолибералов, потому что, строго говоря, правый, именно правый, там только один камачо, который, в общем-то, не пожелал сниматься с выборов. Да, я согласен. То есть временные власти Боливии, которые пришли, в общем, после отъезда скоропостижного Эмма Моралеса, они не смогли справиться с коронавирусом адекватно, так как этого, они очень сильно перегнули палку с разгоном протестующих, из-за чего настроили против себя людей и усилили вот это вот подозрение в том, что для них главное это захватить власть и удержать ее. То, о чем Моралес сейчас, после того, как он уехал, он же часто об этом говорил, что это все переворот, они пришли, им плевать на людей, они пришли, чтобы вот силой удержать власть. И вот эти разгоны жестокие, которые были со сторонников бывшего президента, которые выходили на улицы, как раз это в головах людей вот как бы подтверждали, что да, смотрите, они же совсем неадекватные. И, ну и третье, конечно, это различные скандалы, в которые попадали тоже, как бы, и эти представители временных властей, в том числе, там всякие коррупционные резкие, они резко подняли вопросы чувствительные для населения, там по поводу религии, по поводу этносов, пытались там внести некоторые коррективы в законодательство, что опять же усилило риторику их врагов, то есть их оппонентов из социалистического лагеря, которые говорили, что сейчас они там будут менять все, вот к чему мы привыкли, опять там урежут права коренного населения и так далее. Они своими действиями, они вот эти ошибки, они только, по сути, усиливали риторику своих оппонентов. Ну и трижды переносили выборы, что-то так же сказалось. Это вообще, да, это добило окончательную ситуацию, потому что люди все больше, ну, считали, что здесь дело вообще не в коронавирусе, а просто они не уверены в своей победе и пытаются там какие-то фальсификации организовать, хотя, опять же, против того же Моралеса выходили в том числе из-за якобы фальсификации. То есть, получается, эти пришли к власти на волне риторики про то, какой же плохой бывший президент, он фальсифицировал выборы. А, получается, сами они, ну, якобы делают то же самое. То есть, вот эти ошибки абсолютно, на самом деле, ну, глупые и простые, они вот привели к такому разгрому, ну, и, по сути, к возвращению к власти социалистов. А социалисты, я хочу сказать, сделали очень важную вещь, это было самое, наверное, мудрое решение. Почему они победили? По двум причинам. Первое. Они сконцентрировались на экономике и здравоохранении, в отличие от их противников, которые сфокусировали внимание компании на том, что если победят левые, значит, вернется Моралес и установят диктатуру. Все. Вот это, по сути, их был главный месседж, политический. И его не все восприняли. Ну, вообще не все воспринимали. Тем более, когда коронавирус начался, это вообще стало выглядеть, ну, не очень актуально, потому что у людей в головах было, что есть, где достать продукты, как защититься от вируса и как получить там, условно, результаты тестов в больницах и вообще доступ. То есть, актуализировать вопросы, которые вообще не связаны с вот этими политическими лозунгами. Мы для наших зрителей скажем, что в Боливии проблема вирусов стала достаточно серьезно. Там было много смертей, был тяжелый очень доступ к медицине, вот, и поэтому люди этим обеспокоились. Да, то есть все просто думали о базовой инфраструктуре, о продовольствии, об образовании, там, как, просто как жить в условиях коронавирусной пандемии, как с этим совладать. А они концентрировали внимание на то, что вы не голосуйте за социалистов, а то придет там, плохой Моралес приедет и будет там всех, не знаю, что-то с ними делать плохое. Вот, то есть это тоже была ошибка. И второй момент. Социалисты, вернее, их кандидат Луис Арсе, он самоустранился или самоотдалился от Эва Моралеса. Политически, ну, не политически, а в риторике. И это было очень правильно. То есть он, ну, во-первых, он выбрал себя вице-президентом одного из политиков партии, который выступал против продления, ну, вот этой идеи Моралеса, продлить себе президентские полномочия через внесение поправок в Конституцию. И это вот такое, позволило им построить имидж, что, ну, мы из партии бывшего президента, но мы не совсем с ним, мы вообще новые. То есть, как бы, и это, соответственно, мобилизовало тех людей, которые были чем-то недовольны Моралесом. Ну, из, в том числе, сторонников партии или исколеблющихся. И второе, конечно, некоторые, он же там, живя за границей, продолжал же, там, постить всякие, ну, писать всякие вещи. Из Аргентины, в общем-то. Сначала из Мексики, потом из Аргентины, да. И, в общем, некоторые, он писал, там, достаточно радикальные иногда там заявления, и вот от них они старались самоотдаляться. Вот, ну, типа, что, да, это там, в общем-то, наш бывший президент, но там не совсем мы согласны. Вот этот имидж, он позволил потушить, как раз, ну, хорошо отбивать атаки их оппонентов в плане, вот, то есть, сложно было их увязать с Эво Моралесом, с тем, что вот Луис Арс – это второй Эво Моралес. Вот, не получилось. И я думаю, что вот это было ключевым. Почему за него проголосовали? Потому что считали, ну, да, действительно, это не тот, это другой человек. Вот, кроме того, у Луиса Арса неплохая репутация. Он был одним из немногих технократов в правительстве Эво Моралеса. То есть, он просто, конкретно был просто специалистом, профессионалом, который занимался экономикой, финансами и неплохо занимался. Ну, технократия, технократия. И, действительно, он и сейчас делает такие заявления, что станет президентом для всех боливийцев, вне зависимости от их политических предпочтений. Но мы же понимаем, что после того, как он вступит в должность, ему необходимо будет что-то делать с теми сторонниками переворота, произошедшего в прошлом году, которые вот проправили без малого год. И нужно будет устраивать какие-то чистки, репрессии и так далее. Ну, как минимум, в самом мягком варианте, как максимум, в достаточно жестком. Потому что эти люди, они же действуют не только и не столько в своих интересах. Они действуют в том числе в интересах Соединенных Штатов, которые заинтересованы получить Боливию в качестве такого сырьевого придатка для выработки лития, для тех же аккумуляторов Илона Маска и так далее. Все вот эти вот вещи. То есть, какая обстановка во внутренней политике ожидает Боливию после того, как арсы и социалисты придут к власти? Ну, первая попытка закрепиться. То есть, как только они придут, нужно будет закрепиться. Это то, о чем вы сказали. То есть, это чистка, поставить своих людей, заменить там тех, кто оказался там нелояльным или кто участвовал в каких-то... Как это будет происходить? Я думаю, все-таки, что это будет происходить в таком лайтовой версии. Я пока не думаю, что они перейдут сразу к жесткости, учитывая опыт предыдущих, в общем-то, временных властей. Не очень удачный. Ну, всегда можно к чему-то прицепиться. В случае Боливии... Ну, можно начать с тех же расстрелов демонстрации, например. Ну, это 100% об этом объявят. И даже, ну, в общем-то, избранный... Ну, Луис Арс об этом говорил, что, да, надо расследовать независимо и, в общем, как обычно. Но это такие... Это сложное дело. То есть, это дело, оно, скорее всего, затянется на какое-то время. Я думаю, что начнут они с каких-то коррупционных, там, борьбы с коррупцией. Потому что они в своей программе, говори, программной... В предвыборной программе, они... У них два ключевых месседжа. Мы будем заниматься экономикой борьбой с коррупцией в рамках вот этого блока. И здравоохранением. То есть, то, в принципе, из-за чего люди, в основном, проголосовали за возвращение социалистов. И здесь, конечно, скорее всего, в ход пойдут экономические инструменты воздействия. То есть, это борьба с коррупцией. Какие-то там дела будут открываться по поводу разных сомнительных решений, которые принимали временные власти в экономической сфере. А такие были. В том числе, в пользу иностранных компаний. Потому что, ну, понятно. Но я думаю, что на этом пока остановятся. То есть, каких-то резких движений я не верю, что буду делать. Разве что... А здесь есть такой внутриполитический риск, который, мне кажется, будет существовать в Боливии. Это если вернется Эва Моралес и будет пытаться, в общем-то, подмять под себя, так как он вернулся, управление страдой. И здесь, мне кажется, может быть проблема. Потому что, с моей точки зрения, ну, его... Вот он более радикальный, более резкий, чем Луис Арсе тот же. И, соответственно, я ожидаю вот какой-то... Ну, если она будет, конечно, какой-то борьбы между... Внутри партии после выборов. Кто, собственно, больше влияет на процессы. Если он вернется. Есть определенные юридические моменты, которые надо утрясти перед тем, как он... Ну, он же 100%... Ну, против него там повозбуждали уголовные дела. Да. Но я вот о чем хотел сказать. То есть вы считаете, что криминализации самого госпереворота, который произошел в конце прошлого года, не будет? Не сразу. По большому счету, там ведь в чем вопрос. В том, что на протяжении всего этого времени в Боливии не было законной власти. Они ведь почему переносили выборы? Сначала они хотели выборы провести там чуть ли не в феврале 20-го года, чтобы сразу легализоваться, свою власть легализовать. Но вот, по сути, они без выборов досидели до октября. И все это время в стране было фактически без власти и беззаконнее. Ну, с такой юридической точки зрения. И все вот эти решения относительно возбуждения уголовных дел против Моралеса и так далее, их все можно разом, в общем-то, перечеркнуть, признав незаконным всю эту власть, все это правительство, которое было. Да. Если новым властям вдруг не захочется его задержать в Аргентине. Я же говорю, что... Ну, я не сказал бы, что Луис Арсе, например, человек, который вообще не имеет амбиции, например. Или он вот просто придет и согласится делать все, что ему скажет бывший президент. Больше все-таки вопрос не про Моралеса, а про бывшие власти. Да. Ну, я вообще... Я говорю просто что к тому, что это будет... Ну, мне кажется, это вот как бы мое наблюдение, что мне кажется, что в какое-то время будет вот эта вот, конечно же, конкуренция внутри партии. Какой из групп условных, да, там, те, кто пришли сейчас, они же пришли без условного Моралеса, или те, кто там ему остались лояльны, там, старая гвардия, будут больше влиять на процессы. То есть я не утверждаю, что это выльется в какой-то там развал или чего-то, но 100% это будет. И здесь один из инструментов, там, такого, ну, как бы вот повлиять, это вот, что в руках нового президента сконцентрируется рычаг влияния на вот эти дела все. То есть, ну, действительно, это можно закрыть, но это будет зависеть, конечно, от него все. А по временным властям я к тому, что не сразу это все будет криминализировано. Ну, по крайней мере, это, мне так кажется, что они будут делать конкретно, посмотрим. Я не знаю, что у них сейчас в головах, там, ну, какие у них там планы. Я могу, ну, логически это сейчас прям сходу делать, это сложно и слишком накладно. То есть это, это, скорее всего, будет идти постепенно. Но зато на волне протеста будет большая поддержка в этих действиях. И будет большая поляризация. То есть, нужна ли она им сейчас, это вот, мне кажется, вопрос. То есть, нужно ли им сейчас вот прям это? Ну, конечно, до этого дойдет. Просто сейчас действительно от них ожидают немножко другого. От них ожидает фокус на социально-экономические вопросы. А здесь, я же говорю, в рамках экономических преобразований намного им, ну, и политтехнологически в том числе, намного легче, ну, как-то это объяснить. Вот, смотрите, там, например, они довели экономику, в чем он обвинял часто своих оппонентов, что вы за время временного правления ничего не сделали и еще ухудшили экономическую ситуацию. А коронавирус ее добил, а вы не смогли ничего сделать. То есть вот это, и здесь, конечно, можно, опять же, здесь возможны и расследования, и разбирательства. Ну, как во Франции сейчас, да, вот эти все обыски по поводу того, как первое правительство там реагировало на коронавирус. Вот это я ожидаю в ближайшее время. А потом, конечно, со временем, когда они закрепятся и, как бы, легитимизируются, ну, я имею в виду в общественном сознании, конечно, уже будут разбираться в политическом ключе. Что ж, спасибо вам за беседу, Илья. Спасибо. Со мной в студии был Илья Куса, политолог Международной. Президент Украины Владимир Зеленский на минувшей неделе продолжил серию зарубежных турне. 16 октября он посетил Турцию, где встретился с президентом Реджепом Таипом Эрдоганом и константинопольским патриархом Варфоломеем. Это уже третья встреча Зеленского с Эрдоганом. За год с лишним президент Украины посещал Турцию в августе прошлого года, а Эрдоган прилетал в Киев в феврале текущего. И вторая встреча с Варфоломеем. По итогам визита на сайте Офиса президента было обнародовано совместное заявление украинского и турецкого лидеров. Процитируем несколько отрывков из него. Турецкая республика подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной. Приняли решение создать новый формат украинско-турецкого диалога по вопросам политики безопасности, ежегодной встречи министров иностранных дел и министров обороны по формуле 2 плюс 2. Квадрига. Выражаем удовлетворение динамикой развития двустороннего сотрудничества, в частности в оборонной сфере и в области военно-технического сотрудничества. Поручаем Министерствам обороны и другим причастным ведомствам двух стран обеспечить успешную реализацию всех проектов, представляющих взаимный интерес. Отмечаем важность скорейшего завершения переговоров по соглашению о свободной торговле между Украиной и Турецкой республикой. Турецкая республика приветствует намерение Украины присоединиться в статусе наблюдателя к организации исламского сотрудничества, а также отмечает интерес Украины к взаимодействию с Тюркским советом. Итак, что в сухом остатке? Украина предложила Турции, как и другим странам, в частности Британии, участие в Крымской платформе, нацеленной на реинтеграцию Крыма в состав Украины. Кроме того, был создан постоянный формат взаимодействия на уровне министров иностранных дел и достигнуто соглашение об интенсификации взаимодействия Укрспецэкспорта и турецкой компании «Байкар Дефенс», на сегодняшний день главный производитель и поставщик беспилотников для нужд вооруженных сил Турции. Информация о последней договоренности отсутствовала в совместном заявлении, но фигурировала в СМИ. Вдобавок к этому, Украина заинтересовалась во взаимодействии с Тюркским Советом. В заявлении также звучали намерения Турции содействовать крымским татарам, переехавшим на подконтрольную территорию Украины. Вроде бы ничего особенного. Обычные декларативные заявления и новые контракты в сфере оборонки. Однако следует учитывать, что повышенный интерес украинских властей к Турции приходится на период, когда эта страна проводит все более агрессивную внешнюю политику. Не без турецкого интереса началось нынешнее обострение в Нагорном Карабахе, где Эрдоган прямо вторгается в сферу интересов Москвы. Турция активно бодается с Грецией в борьбе за энергоносители на шельфе Средиземного моря, за что уже удостоилась волны гнева в западной прессе и прямого осуждения со стороны ряда западных государств. Продолжаются турецкие военные авантюры в Сирии и Ливии. На этом фоне закономерно возникает вопрос, а не станет ли Украина с ее слабой экономикой и зависимым от международных кредиторов положением инструментом в руках Турции, осуществляющей нео-османскую политику? Не спровоцирует ли Турция нас на возобновление активных боевых действий на Донбассе? И не делаем ли мы себе медвежью услугу, позволяя Турции наращивать собственное политическое влияние в среде проживающих в Украине крымских татар? Вряд ли кто-то сейчас может дать внятные ответы на эти вопросы. Но в том, что взаимодействие Украины с Турцией носит явно непропорциональный характер, с доминированием Анкары сомневаться не приходится. Еще один интересный аспект визита Владимира Зеленского в Турцию – это его встреча с константинопольским патриархом Варфоломеем. Вот что пишет о ней украинское издание «Вести». Визит начался с посещения патриаршего храма Святого Георгия и молебна. Это необычно. В Украине даже на большие праздники, в частности на день празднования памяти святого князя Владимира, который принято праздновать с государственным размахом, Зеленский не посещал литургий или молебнов, дабы не показывать приверженность к какой-либо церковной структуре. После этого патриарх принял его в своей резиденции на Фонаре. Это район Стамбула, где расположен эпицентр православной религиозной жизни. По итогам встречи Владимир Зеленский пригласил патриарха Варфоломея в Украину. Вышеописанные события показательны. Во-первых, на смену подчеркнутому нейтралитету украинского президента в религиозных вопросах пришел демонстративный визит к патриарху Варфоломею, который в бытность президентом Петра Порошенко стал отцом-основателем православной церкви Украины, объединившей в своих рядах тех, кого в канонических церквях принято считать раскольниками. Во-вторых, Варфоломей, чьи подопечные в США, к слову, активнейшим образом агитируют за кандидатов в президенты, от демократов Джо Байдена, был приглашен в Украину. Учитывая его активную работу по вторжению на чужие канонические территории, это приглашение может быть воспринято как карт-бланш для ПЦУ на новые захваты храмов Украинской Православной Церкви, а значит, новое обострение конфликтов на почве религии в украинском обществе. Является это совпадением или продуманной сменой курса с полного нейтралитета президента в вопросах религии на поддержку одной из конфессий, созданной его предшественником, покажет время. Подробнее о визите Владимира Зеленского в Турцию и внешнеполитической активности Турции, в том числе и на украинском направлении, поговорим с адвокатом-международником Кириллом Барашковым. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, коллеги. Каковы ваши впечатления от визита Владимира Зеленского в Турцию? Почему этот визит состоялся именно сейчас на фоне такой активизации Турции и в Карабахе, и в Восточном Средиземноморье, как мы знаем, и в Ливии, и в Сирии Турция весьма активна? И есть ли в этом, в таком плотном взаимодействии с Турцией какая-то угроза для Украины? В частности, в том, что мы пускаем Турцию на поле взаимодействия с крымскими татарами, которые проживают у нас на территории и так далее? Ну, вы знаете, да, к сожалению, нужно констатировать то, что политика, внешняя политика государства нашего, она если изменилась, то изменилась только в худшую сторону. В сторону, скажем, она была агрессивной, инфантильной, сейчас стала просто инфантильной. Это мое личное мнение. Касательно визита, да, здесь все интересно, все довольно забавно, начиная с вручения Эрдогану ордена Ярослава Мудрого, который, в принципе, он вручается совершенно по другому поводу за другие заслуги. Тут больше бы подошел орден, у нас есть такой орден, может, мало кто знает, орден свободы. Да, он больше бы подошел бы к контексту ситуацию. Ярослав Мудрый здесь вручается за государственное строительство. Вряд ли Эрдже Продоган занимался госстроительством в Украине. Турция сейчас, стоит опять же отметить, да, Турция сейчас активный игрок, активно пытается, пока мы не можем говорить о каких-то особых глобальных успехах, глобально действовать на внешнеполитической арене. Да, они ведут военные действия в Сирии, они ведут военные действия в Ливии, они ни для кого не секрет, их очень уши активно торчат. Из конфликта в Нагорном Карабахе. И что касается крымских татар, то совершенно не секрет, что Турция считает крымских татар, Турция больна Османской империей, Турция больна пантюркизмом. Опять же, некоторые считают это болезнью, некоторые считают это позитивным явлением, но факт остается фактом. И крымские татары считаются одним народом с турками. В Турции их так и называют, крымские турки. Я не думаю, что Турция очень переживает за территориальную целостность Украины и за отделение, за отчуждение Крыма от украинской территории. Я думаю, что больше, в контексте, если мы посмотрим на сегодняшнюю политику Турции, больше их волнует намного события 1783 года, чем 2014. Опять же, это мое личное мнение. Что касается, опять же, я вернусь коротко к ордену, к награждению. Стоит заметить, что мы все-таки православная страна, и довольно странно это смотрелось на фоне закрытия, на фоне превращения Святой Софии в мечеть. Опять же, по инициативе Эрдогана довольно сомнительно смотрятся награждения. Мое мнение, что стоило хотя бы воздержаться от активных комплиментов и от комплиментарных действий в отношении Джефа Эрдогана, Владимиру Зеленскому. Но имеем то, что имеем. Ну а вот, как вы считаете, на фоне того противостояния между Турцией и Россией, сейчас мы знаем, Турция, по сути, входит в те зоны влияния, где традиционно была сильна Россия. Вот и на Закавказье, и в Сирии у них есть как договоренности, так и пикировки. В Ливии тоже. Вот на фоне этого всего, может ли как-то Турция повлиять или подтолкнуть Украину к обострению обстановки на Донбассе, к меньшей договороспособности и тем самым, скажем так, усугубить нашу ситуацию с конфликтом на Донбассе? Ну, вы знаете, я думаю, что мы ситуацию усугубим сами, самостоятельно, без помощи Турции, хотя, безусловно, общая конфликтность в регионе, она подталкивает. Конфликтность, которую идейным донором, который на сегодняшний день является Турция, Эрдогана. Что касается конфликта на Донбассе, оно разве что косвенно, я могу сказать, что косвенно это может повлиять. Напрямую я лично не вижу, я не считаю, что это будет активно влиять. Мы там и так имеем достаточно проблем, причем те проблемы, которые не решаются абсолютно. Да, ухудшение ситуации, опять же повторюсь, ухудшение ситуации в Карабахе, ухудшение ситуации пикировки с Российской Федерацией в Ливии и в Сирии, да, они, безусловно, повлияют, но в альянс, как таковой, с Турцией нам войти не удастся. В любом случае, мы помним прекрасно, у них были конфликты уже с Россией, хотя и в менее напряженной обстановке. Я помню, что они могли не отделаться помидорами, тем не менее отделались. И прагматизм на сегодняшний день берет вверх над, скажем так, над сиюминутной выгодой. В итоговом заявлении Зеленского и Эрдогана по итогам визита шла речь о намерении заключить зону свободной торговли, заключить соглашение соответствующее. Мы уже имеем один опыт, ну, будем говорить, неравноценного, неравноправного соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом. А каким может быть такое соглашение с Турцией? Будет ли оно равноправным? Будет ли оно соответствовать интересам украинских товаропроизводителей? Или в большей степени все-таки турецких? Знаете, оно не может быть равноправным по определению, потому что объемы наших экономик на сегодняшний день, они уже несравнимы, причем абсолютно не в пользу Украины. Причем никто особо и не скрывает того, что оно не будет равноправным, не скрывает в том числе и украинская сторона. Владимир Зеленский, если мы помним, он сказал, что он заинтересован в приходе турецких подрядчиков, турецких компаний на свои строительные, дорожно-строительные, так понимаю, проекты. Это имеется в виду проект «Большое строительство». Проекта «Большого строительства». Поэтому на сегодняшний день нам мало что есть, я уверен, предложить Турции. Возможно, в каких-то технологиях, оставшихся у нас, касательно оборонного комплекса, но здесь, опять же, мы вряд ли узнаем правду, здесь мы вряд ли узнаем подробности. Объемы наших экономик, я повторюсь, несопоставимы, поэтому так же, как они несопоставимы были абсолютно с экономикой Евросоюза, и так как ухудшила в большинстве отраслей, ухудшила экономическую ситуацию, ассоциация, так называемая ассоциация с ЕС, так, я уверен, опять же, в намного меньшем объеме, но в отраслях это ухудшит ситуацию с Турцией. Ну вот вы упомянули, кстати, о кооперации в военно-промышленном секторе. Мы писали в СМИ по итогам визита Зеленского в Турцию много о том, что будут якобы вестись совместные работы какие-то над беспилотниками, либо же закупки беспилотников у Турции. Мы понимаем, что это все произошло на фоне такой информационной волны от успешного использования турецких беспилотников в Нагорном Карабахе. Это аппараты Байрактар и прочие, которые туда поставляются. Вот каковы перспективы закупки Украины этих аппаратов? Нужны ли они нам? Или, возможно, что-то имеет смысл свое производить? Вот как вы считаете? Ну, я считаю, возможно, у меня будет непопулярное мнение, но, во-первых, эффективность Байрактаров, да, она, безусловно, они в каких-то сферах эффективны, но мы видим противоречащую друг другу информацию от противоборствующих сторон Нагорном Карабахе, от Армении, от Азербайджана. Азербайджан утверждает, что они суперэффективны, армяне дают данные, что больше половины из них они уже уничтожили. Поэтому здесь большой вопрос. Если будет что-то, я глубоко убежден, что если будет речь стоять о закупке чего-то за границей или о производстве совместном, то, безусловно, критерием истины является практика. Безусловно, практика показывает, что Украина всегда выбирает вариант закупить что-то готовое за границей, а не развивать технологии. Что касается нужды нашей в этих беспилотниках, ну, смотрите, мы... Единственное место, где мы ведем сейчас неактивное, слава богу, где ведутся боевые действия, это Донбасс. И мне, безусловно, как гражданину Украины, не хотелось бы, чтобы какое-либо вооружение, любое вооружение, я думаю, я не одинок в своем мнении, любое вооружение, будь то турецкое, американское, российское или украинское, использовалось на нашей территории. Ну, а вот что касается экономической кооперации, опять же, перспективного соглашения о зоне свободной торговли, у нас как-то в сознании обывателей, да и экспертов, также укоренилось, что Турция – это, ну, в первую очередь, такой производитель товаров широкого потребления, и в том числе одежды всевозможной. Вот как возможный вал этих турецких товаров повлияет на местное украинское производство? Ведь я знаю, что в последнее время у нас, ну, стали появляться фабрики здесь в Украине, которые производят, по крайней мере, тот же ширпотреб, ту же одежду, и, в общем-то, неплохого качества, кстати. Безусловно, ну, падение, смотрите, договора, договора с свободной торговлей, они по определению заключаются, когда более сильная, явно более сильная сторона заключается в более слабой, опять же, я вернусь к опыту ассоциации с Европейским Союзом, да, то всегда будет страдать производитель, оставшиеся производители в стране более слабой. Я не вижу никаких причин, чтобы в этот раз что-то было по-другому. Каждая страна, основным трендом, основной движущей силой сейчас политики является прагматизм, прагматизм в политике, прагматизм в экономике, прагматизм в отношениях. Безусловно, каждая сторона будет защищать своего производителя, свои технологии и свой экспорт. Мы, как более слабая сторона, безусловно, в этой ситуации пострадаем. Возвращаясь к совместному заявлению лидеров двух стран, там еще был пункт такой интересный о Крымской платформе. Это вот переговорный формат или организация, которую предложил создать Владимир Зеленский. Он ее рекламировал и во время своего визита в Евросоюз, и в Британии также рекламировал, ну и вот в Турции. То есть это, соответственно, должна быть какая-то организация, которая бы содействовала возвращению Крыма в состав Украины. Какие вообще перспективы подобных инициатив? Мне кажется, например, что это крайне туманные перспективы, мягко говоря. Да, мне, безусловно, хочется ответить, что перспектив никаких. По той простой причине, что у нас ни в Киеве, ни в Стамбуле нет реальных рычагов влияния на эту ситуацию. И второй аспект, немаловажный, который мы сегодня уже упоминали в беседе, это то, что стороны имеют разные интересы. Даже в таком небольшом, скажем так, и малоперспективном деле у сторон абсолютно разные интересы. Турки заинтересованы, и я уверен, что они заинтересованы, если не в воссоединении с частью своего народа, хотя они это напрямую сейчас заявляют абсолютно на всех площадках, то, по крайней мере, в усилении влияния на тюркский народ, на татар на территории Крыма, которого они сейчас не имеют. Украина заинтересована, значит, в возвращении своих территорий. То есть даже создание этой платформы с Турцией, это совершенно абсурд. Полнейший это лебедь, рак и щука, которые будут тянуть, к сожалению, несуществующую телегу в разные стороны. Еще один интересный момент, который не был, правда, упомянут в совместном заявлении, но и не случайно, это разные интересы Украины и Турции в вопросе транзита газа. Вот недавно один из чиновников «Нафтогаза» заявлял о том, что турецкий поток фактически отобрал у нас уже транзит в Болгарию и в Румынию. Болгария полностью перешла на снабжение по турецкому потоку Румыния, вот частично сейчас переходит. Фактически у нас останется только Молдова, в которую будет транспортироваться газ по территории Украины. Возможно ли здесь достичь каких-то договоренностей с турхами, или это уже не с ними надо договариваться? Или уже все потеряно тут? И опять же, я не верю, и практика показывает, что я прав в достижении каких-либо договоренностей с кем бы то ни было, об ухудшении его экономического положения в это непростое время. Да, Турция стала страной, воспользовалась нестабильностью в российско-украинских отношениях, воспользовалась нестабильностью вообще в регионе, стала транзитной страной, и вряд ли что-то в этой ситуации изменится. По-моему, нужно быть не то, что Раджепом, Радаганом, но нужно быть крайне недальновидным и мягким политиком, чтобы это разрешить. Это явно не ситуация. Не ситуация с Турцией, которая, скажем так, беременна империей, беременна Османской империей. И мы видим, что все шаги, которые они предпринимают, они появляются только в этом направлении. Усиление влияния экономического, военного, политического. Но в рамках большого турецкого народа. Спасибо вам за беседу, Кирилл. В гостях у Международной панорамы был адвокат-международник Кирилл Барашко. Тем временем в США выставили на аукцион бар с личной яхтой Гитлера. По крайней мере, так утверждает владелец лота. Как пишет британская The Guardian, цитата, гигантский алюминиевый бар в форме глобуса с пятью латунными барными стульями будет выставлен на продажу аукционистам из Мэриленда как бар с яхты Гитлера. То, что когда-то было центральным элементом судна Авизо Грилле, 70 лет пылилось в сарае в одном из штатов США, но в этом месяце будет выставлено на аукционе с оценочной стоимостью до 250 тысяч долларов. Издание напоминает, что предыдущие продажи артефактов, связанных с нацистами и Гитлером, вызывали споры. В 2019 году Washington Post исследовала рынок таких памятных вещей и обнаружила, что основные аукционные дома, такие как Sotheby's и Christie's и онлайн-сайты, включая eBay, ограничили или запретили их продажу. Впрочем, оно и неудивительно. Не знаю, как вы, уважаемые зрители, но я бы такое у себя дома не поставил. А учитывая историю этого предмета, не стал бы его брать даже с доплатой. Но наверняка в нашем полном постмодерном мире найдутся покупатели и на такую диковинку. А вот во Франции на минувшей неделе было не до шуток. Там произошел очередной теракт по религиозным мотивам. Преподаватель истории и географии 47-летний Самуэль Пати был обезглавлен недалеко от школы, где он работал во французском городе Конфлан-Сент-Онорин в столичном регионе Иль-де-Франс. Полиция настигла подозреваемого в совершении преступления в соседней коммунне. Тот выкрикивал «Аллах Акбар» и угрожал полицейским ножом. В ответ они открыли огонь и застрелили террориста. Преступником оказался 18-летний этнический чеченец Абдула Ханзоров, последние 12 лет проживавший во Франции и имевший статус беженца. Мотивом преступления стало то, что учитель демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, выходившие в издание «Шарли Эбдо». Как сообщает пресса, он показывал ученикам эти рисунки для объяснения того, что такое свобода слова и культурная толерантность. Здесь следует упомянуть, что в 2015 году карикатуры на пророка, напечатанные в «Шарли Эбдо», уже становились причиной террористических актов с человеческими жертвами. Откровенно говоря, газетенка эта действительно крайне мерзкая. В ее редакции окопались ультралибералы и контркультурщики, специализирующиеся на том, чтобы высмеивать религиозные убеждения представителей различных конфессий и смеяться над человеческим горем. Например, в 2015 году «Шарли Эбдо» публиковала карикатуру на крушение малазийского Боинга, пропавшего в марте 2014 года. На обложке издания изображены оторванные руки пилота, которые держатся за посиневшую женскую грудь. Подпись к картинке гласит «Малазийские авиалинии. Надежда. Найден кусок пилота и стюардессы». В общем, «Шарли Эбдо» специализируется на хайпе на запретных темах. Разумеется, это ни в коей мере не оправдывает террористов, устраивающих взрывы и отрезающих головы учителям. И все же эта кровавая история вновь оживила наболевшие вопросы последних лет. Через два дня после убийства учителя улицы французских городов захлестнули демонстрации. Вот как описывает их американское новостное агентство CNN. Цитата. «Тысячи людей собрались на площади республики в Париже и вокруг нее. Некоторые держали таблички с изображением первой полосы сатирического журнала «Шарли Эбдо», ставшего мишенью экстремистов после публикации «Карикатурно-пророка», а другие подняли плакаты с надписью «Нет исламизации» и «Нация исламизация режет нам глотку». На митингах присутствовали мэр Парижа Анны Дальго, премьер-министр Жан Костекс и другие политики. Акцентирую внимание. Протестующие не просто возмущались исламизацией французского общества, что вполне логично, но и держали в руках карикатуры из гнусного журнала, видя в них символ свободы слова. Не в этом ли кроется причина европейских проблем как с мигрантами, так и с все большим евроскептицизмом внутри собственных обществ? Не в извращенном ли понимании свободы, дошедшем до абсурда? Этот абсурд проявляется как во вседозволенности мигрантов, интеграции которых в местное общество или выдворением за пределы страны никто всерьез не занимается, так и во вседозволенности доморощенных либеральных фриков, для которых не существует морали, нравственных идеалов и человеческого достоинства. Повторюсь, дело здесь не только в карикатурах на пророка и не только в том, что правоохранители взялись за малолетнего террориста лишь после того, как он отрезал голову учителю. Дело в том, что в современном европейском и в частности французском обществе в принципе размыто понимание того, что такое хорошо, а что такое плохо. В условиях, когда становится возможной публикация карикатур на авиакатастрофы и теракты, а защита собственных границ от нелегальной миграции и ассимиляция самих мигрантов считается едва ли не расизмом, новые трагедии становятся практически неизбежными. Тем временем на Фиджи произошел курьезный случай, который не часто встречается в международной практике – драка дипломатов. Причем обе противоборствующие стороны были представлены китайцами. Правда, вот Китая у них разная. По сообщениям Министерства иностранных дел Тайваня, тайваньский чиновник предположительно был ранен после физической ссоры с двумя китайскими дипломатами на мероприятии на Фиджи в начале этого месяца. Инцидент произошел 8 октября во время празднования Национального дня Тайваня в представительстве острова в столице Фиджи Сува, сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу. По ее словам, официальные лица китайского посольства на Фиджи попытались выломать ворота места проведения мероприятия, чтобы сфотографировать гостей, присутствующих на нем. Как заявила Оу, два китайских чиновника затем прибегли к насилию, когда наши сотрудники отговаривали их, нанеся травмы головы нашему чиновнику, который позже был отправлен в больницу. В заявлении, сделанном в понедельник, посольство Китая на Фиджи оспорило версию событий Оу, заявив, что тайваньские чиновники действовали провокационно против сотрудников китайского посольства, которые выполняли свои официальные обязанности в общественном месте за пределами места проведения мероприятия. Как бы комично и курьезно не звучала история с дракой дипломатов, кипящие страсти вполне отчетливо демонстрируют ту трагедию, которой является разделение китайского народа на два государства, до сих пор враждующих друг с другом. Ну а в Кыргызстане тем временем пришел к своему промежуточному итогу политический кризис. 15 октября за сутки там сменилось два президента, а власть взял премьер-министр. Вот как описывала происходящее в Центрально-Азиатской республике газета «Московский комсомолец». Цитата. Ситуация в Кыргызии меняется стремительно, как в калейдоскопе. Еще утром президентом страны был Соренбай Женбеков. Затем, после того, как около полудня он заявил о своей отставке, главой государства по закону стал спикер Жугор Кукинаша Канадбек Исаев. Но уже вечером и Исаев отказался от роли его президента. Поэтому о переходе к нему полномочий руководителя страны заявил назначенный накануне премьер-министром Садыр Жапаров. Еще днем после отзвученной отставки Женбекова аналитики утверждали, что Канадбек Исаев, обладающий своей политической силой, попадается с Жапаровым за кресло президента. Но после того, как толпа митингующих переместилась от госрезиденции главы государства к зданию правительства, пошла информация, что спикер отказался стать его президента. После чего Садыр Жапаров вышел к своим сторонникам и сказал «Полномочия президента и премьер-министра переданы мне». Он поздравил своих сторонников с победой и призвал их разойтись. Цитата Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня все стало на свои места. На следующий день в государственной резиденции Алла Арча произошло внеочередное заседание Жугор Кукинеша, на котором депутаты приняли отставку президента Солренбая Женбекова. Таким образом, смена власти в стране была оформлена окончательно. И как тут не вспомнить классическое изречение о том, что иногда власть просто лежит на земле и править будет тот, кто ее подберет. Впрочем, в случае с Киргизией это утверждение справедливо лишь на первый взгляд. По факту же, на минувшей неделе там оформился очередной переход власти от условных южных кланов к условным северным. Теперь по местной традиции стоит ожидать стабилизации, за которой последует политическое преследование оппонентов, отстраненных от власти в ходе очередной смены элит. В отличие от Кыргызстана, в Таиланде протесты никак не идут на спад. На прошлой неделе тамошнее правительство ввело чрезвычайное положение, стремясь положить конец трехмесячным студенческим уличным протестам, призывающим к реформированию монархии и отставке премьер-министра королевства. Так, в Таиланде был введен запрет на публикацию материалов, содержащих сообщения, которые могут вызвать страх или намеренно исказить информацию, создавая недопонимание, что может повлиять на национальную безопасность, мир и порядок. Власти запретили собираться вместе компаниям из пяти и более человек. Силовым структурам дали право конфисковывать устройства связи и оружие, а также незамедлительно получать доступ к сведениям, угрожающим вводимому чрезвычайному положению. Выступление оппозиции – дело для Таиланда совсем не новое и не экстраординарное. Вспышки недовольства нередко выливаются в массовые акции в Бангкоке. Проводились они и в конце прошлого, и в начале этого года. Но в последнее время ситуация перешла на качественно иной уровень. В прошлую среду десятки тысяч людей прошли маршем по Бангкоку и разбили лагерь возле офиса премьер-министра. Правительство заявило, что власти приняли меры после того, как демонстранты препятствовали проезду кортежа королевской семьи. В соцсетях гуляют видеоролики, на которых видно, как полиция защищает машину королевской семьи, продвигающуюся сквозь толпы людей. По данным СМИ, в автомобиле находилась королева Сутида. Протестующие приветствовали членов правящей фамилии жестовым из трех пальцев, позаимствованным из фильма «Голодные игры» и ставшим символом протестного движения. По-видимому, именно этот инцидент и стал спусковым крючком для жестких решений правительства по обузданию протестов. В западных СМИ протесты называют не иначе, как продемократическими. Вот, например, что пишет о них СНН. Цитата. Тысячи протестующих в столице Таиланда собрались в последние дни, бросив вызов постановлению правительства о чрезвычайном положении, направленному на подавление продемократических демонстраций, которые охватывают страну более трех месяцев. Если мы обратим внимание на динамику дипломатических и торговых отношений Таиланда с Китаем, то без труда отыщем причину симпатий западных и, в частности, американских СМИ к протестующим в Таиланде, требующим реформирования, а, по сути, подрыва государственного устройства. Так, например, по словам бывшего премьер-министра Таиланда Анана Паньяра Чуна, за последние 40 лет участились встречные визиты на высоком уровне между Таиландом и Китаем. Многие члены королевской семьи Таиланда посещали КНР. Только принцесса Таиланда Махачакри Сириндон уже совершила свыше 30 визитов в Китай и посетила практически все административные единицы КНР. Господин Паньяра Чун также указал, что Таиланд неизменно активно поддерживает формирование экономического сообщества Ассоциации стран Юго-Восточной Азии – ОСИАН, а развитие ОСИАН, в свою очередь, направлено на южные районы Китая. Проекты строительства и развития объектов инфраструктуры, в том числе сотрудничества Таиланда и Китая в области железных дорог и продвижения стратегии формирования экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути 21 века, позволит, по мнению экс-премьера, в дальнейшем стимулировать сотрудничество и взаимную выгоду КНР, ОСИАН и Таиланда. Теперь вспоминаем выстраиваемый американцами антикитайский проект Индопацифики, о котором мы говорили в прошлых программах, и без труда делаем вывод о причинах повышенного внимания к антимонархическим протестам в Таиланде на Западе. Несмотря на различия мировоззрения и систем государственного управления, Таиланд на протяжении долгих лет довольно активно сотрудничает с КНР. Очевидно, что в поясе антикитайских государств, выстраиваемых американцами в Юго-Восточной Азии, он выглядел слабым звеном. Посмотрим, чем закончится история с протестами в Таиланде. Пока что местное правительство держится. А на этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная панорама на канале КРТ, и я, ее ведущий, Данил Богатырев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»